доброго утра друзья сегодня в планах проверить небольшой местный лесочек здесь точно что то есть но проблема заключается в том что здесь нет никаких спутниковых визуальных признаков то есть лес ровный гладкий посередине проходит речка вот и поиск будет заключаться в поиске каких-то визуальных признаков весь лес разделен так сказать на две дачи если ну и определить что и где здесь было крайне очень сложно поэтому сегодня буду смотреть низинки высотки сейчас листвы еще нет но почки уже начинают набухать вот все хорошо видно вот как вот в самом начале я зашел небольшой склон к реке и вот возвышенность такая вот она не резкая но она видимая и вот такие вот места сегодня будем смотреть пройдусь и по краю и по центру сам лесу на небольшой но походить есть где в комментариях спрашивали по поводу наушников наушники мне очень понравились ветер в них не задувает шума листвы и практически не слышно но слышно все окружающие то есть птичек вот которые сейчас вот чирикают я их слышал так по поводу настройки на сегодня хочу попробовать хочу сейчас попробовать моно чистоту просто чтобы идти абсолютно в тишине поставить 13 килогерц и все мульти частота все-таки нет нет да и грунт грунта глючит а вот если вот моно поставить небольшую я буду идти в абсолютной тишине и глубокое железо какие-то находки на 13 килогерц их я услышу вот разведка в чем она заключается найти не не предмет а место вот это место на моно чистоте сегодня и попробую найти ну и потом скажу как мне это понравилось не понравилось шумит не шумит где я нахожусь особо не знаю вот из одного отрожка это даже не далеко не основная река перехожу на 2 со 2 на 3 где я нахожусь понятия не имею на 3 я даже не смотрел подкова ну набойка я бы сказал на сапоги кто-то что-то здесь ходил но набойка это уже поздние времена это уже империя но что-то здесь сделали куда-то откуда-то шли сигналов нет земля так сказать перенасыщена влагой но здесь вот более-менее повыше ноги не проваливаются а вот так вот по центру леса идешь ноги и ощутимо проваливаются то есть очень много воды попробовал на моно чистоте она вообще не хочет работать 13 килогерц поставил чувствительность снизил до 90 скорость повысил балансом грунта от 60 до 90 смотрел игрался но она пищит и пищит она вот над на любую травинку пищит включил первую программу и все хорошо тихо мирно и спокойно иду но все-таки я думаю что это из-за перенасыщенности воды вот эти вот грунт грунта грунта глюки идут не первая программа на дэус она и предназначена вот для влажного грунта так это я от пришел оттуда я уж даже не знаю откуда я пришел массив есть не не особо сильно большой но вот этих вот отрожков ручейков их не видно сверху берега ручейка потихонечку спускаются и под ногами мы видим смесь мха и антипоселушной травы воды очень много соответственно в этом месте ничего и нет но если бы здесь была какая-то высотка что на этой высотке вполне могло что-нибудь и располагаться вот смотрите кованый гвоздь такие куда-то делся такие вещи просто так валяться не будут сейчас я вот в какой-то ложбинки пересекаю и выхожу на какую-то относительную высоту на камере это не видно но это ощущается не заброшенный лес где-то что-то здесь есть в нескольких метрах от гвоздя обломок ножа кованого очень хороший признак то есть минимальная какая-то концентрация сейчас еще две железки услышал за несколько метров очень хороший признак остаемся пока здесь вышел из болотистой местности он там он в елках за елками там болотисто на светлый относительно высокий участочек есть хотя бы под ногами уже не хлюпает и сразу встречает пуговка гирь к хороший признак вот такая вот ладненько нам еще до точки еще идти но сейчас здесь покружимся и 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 Был сейчас выбор Или вернуться по болоту погулять Или Так, это у нас что такое есть-то? Копейка 1935 года Или дойти уже до известного места Здесь до известного места мне осталось 500 метров Но, думаю, известно это я знаю А среди болот погулять В принципе, там были железки Старенькие Так, сейчас, секундочку Здесь копейка И здесь еще рядышком сигнальчик Сейчас давайте его тоже копнем Может быть еще одна советинка Решил я все-таки вернуться и прогуляться еще по болотам Я же только чуть-чуть там только прошел Краюшком А просторы там Достаточно большие Так, и где-то есть-то тут Может быть, на обратном пути Чего-нибудь поинтересней И И зацеплю А, ну да Еще один О, два советика Все Советский кошелечек Кто-то обронил Ой Так, 20 копеек щитовик Тридцать первый По-моему, год Ага Так, а вторая Что за монеточка Тоже 20 копеек Тридцать второй год Почти погодовка Ладненько Ладненько Вернусь я все-таки В наше любимое болото Зря я камеру выключил Здесь оказывается Еще сигнал Опа Так Сейчас я Переверну Да, вроде бы Все видно Ну и где-то тут А, еще одна Так Сейчас давайте Еще раз Сразу проверим По-моему В Янке Еще что-то Подпискивает Так Это мы В сторону Пока что Эп Так Еще одна Так В сторону Пока Ой Слушаем Еще что-то Звенит Так По-моему Вам все видно Да Сейчас вот Так Вот и Развернул Советик А вот Еще один Сторону Сторону Слушаем 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 Так Это Верховое Или что Это Или он Выпал Слушаем 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 по размеру копеечка так так лопата ну тебя точно все хорошо так причем мы еще накопали то давайте посмотрим так еще у нас четыре монеточки получается так это у нас не видать пока чего это есть ты нет не вижу так дальше вот это вот видно две копейки тридцать пятый так дальше тут блестит как белом какой-то нет это 15 ой куда ты 15 копеек фокус сейчас тридцать второй год так и копеечка у нас осталось да копеечка фокус тридцать пятый год ну нормально из одной ямки мы достали советский кошелечек из там было три и здесь четыре семь монеток ну для разнообразия неплохо был бы это конечно удельный кошелек было бы гораздо интересней но все равно все равно неплохо для такого весеннего настроения такого вот она в одной ямке вот она звенит 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 а могло и серебро звенеть или еще чего-нибудь какой грустный болотный пейзаж зеленое все поваленное ямки с водой так там какой-то просветик что там за просвет такой я тут как-то по краюшку надо его это дело обойти вот в таких местах могли селиться вот буквально в любом месте где чуть какая высота сухость и уже можно селиться вот опять загадки и ребусы вот это это пик высоты вот эта поляночка это самое высокое место вот его и видно и дальше уже пошел на спад в елочке и вот на этом краю старая каванина шляпка пока плоская но это старая и кованая откуда как где больше сигналов здесь нет ну по крайней мере я их не нашел но откуда-то это взялось ладно идем сейчас тут по краюшку еще пройдусь интрига нарастает спустился 20 метров ниже и вот он такой вот еще один красавчик где-то я рядом где-то рядышком но проблема в том что здесь все перепахано и какую-то концентрацию найти здесь будет достаточно сложно но погуляю все выхожу на финишную прямую километра полтора наверно до машины по итогам один советский кошелечек и все поселушечные места плюс минус они где-то есть потому что каванина есть вот то место где вам показывал гвозди там в районе пятидесяти метров я нашел еще штук семь или восемь но они все вот так вот очень разрозненные ни кирпичинки ни кераминки ничего нет там было что-то маленькое и это маленькое тракторами еще все растащило поэтому вот так вот лес интересный лес болотистый где-то в нем что-то еще обязательно есть но это наверное что-то уже маленькое и возможно даже и не интересная возможно какая-нибудь пустая одна дворочка еще одна и так далее вот такие на сегодня результаты так кошелечек копейка 35 копейка 35 копейка 24 2 копейки 35 15 32 20 по моему 31 и 20 32 значит вот все таки так самое позднее у нас какая-то 35 год значит в тридцать пятом году еще использовали копейки 24 во как я думал они очень маль и но не долго были в обиходе но все равно приятненько приятненько но теперь до новых встреч в полях лесах стримах на видео в комментариях до новых встреч в безусловно но вот смотрите нашем рейтинге